И также время влияет еще на психику человека, оно старит психику таким образом. Психика не может стареть, как психическое тело, пока мы живем в материальном мире, оно будет жить. Оно, можно сказать, вечное здесь, в материальном мире. Но есть способ один сделать так, чтобы человек стал старым. Это не дать ему жить в настоящем. Но если время выдавило человека из настоящего времени, как оно выдавливает? Ну типа ты уже как бы, у тебя уже возраст, и типа все самое хорошее у тебя уже в прошлом. Все это все было, ну то есть все что было, то было, а дальше уже ничего не будет. И время так выдавило человека в прошлое, и все он как бы, ну, старик это тот, кто живет в прошлом. Если человек живет в настоящем, он даже 80 лет, я видел таких людей, не старый. Он молодой, вот допустим взять классический пример, почти 90 лет. Шалгая Монашвили, 90 лет почти, 88 лет. Он по 6 часов подряд лекции читает, я по 4 как-то, еле-еле, а он по 6. И он не чувствуется, что он старый вообще человек. 88 лет, это же вообще. Я не мечтаю даже столько прожить. У меня даже в мечтах нет. А он еще бодрствует и в полном здравии. Я, наверное, как бы, уже в этом возрасте, если я, не дай бог, доживу, то я на улице даже будет страшно выходить, потому что я думаю, у меня кости будут греметь в это время. Звук будет создаваться такой страшный. А он бодрячком вообще летает по всему миру. Представляете, это же аскеза, перелеты эти. Тяжело очень. Но почему так человек сохраняется? Вот в чем вопрос. Две вещи всего. Любой человек может так сохраняться. Одна вещь, это аскеза для тела. Длительное движение, неподвижное положение тела, постного деда. Это одна вещь. Вторая вещь, это аскеза для психики. Что это значит за аскеза? Никогда не сдавайся. То есть, не надо жить в прошлом. Только начала думать, как бы... Затянулась белой теной От старинного пруда Ведь была как булотина Я когда-то молода Вот. Только начала думать... Только начала так думать, все, как бы... Сразу старая стала Белой теной затянуть. Не надо, чтобы мозги затягивались белой теной. Ну, то есть, надо... Всегда верить Верить, что есть будущее в жизни Нельзя жить в прошлом Жить в прошлом и остановить все Уже закончилась жизнь Только в будущем Верить в будущее, верить в настоящее Ну, как, Олег Геннадьевич, верить в настоящее? Все же было в прошлом Все в прошлом Это означает неправильная вера Есть второй вид времени Духовное время Называется на санскрите Анандам Будхи Варданам То есть, все возрастающее счастье Завтра будет лучше, чем вчера Но только в духовном мире, понимаете? Не здесь Вот То есть, все возрастающее счастье Возможно, только если человек Свое сердце Отдал Богу Но если человек верит Вот в эту человеческую любовь Не хочет, он упрямится Он не хочет Отдавать Богу свое сердце Тогда Все остается в прошлом И можно всю жизнь вспоминать Как там что было Вот как там Как ты там На водных лыжах Она плыла За тебя за спиной И ты вот увидел Какая она как ангел красивая И вот она уплыла от тебя А потом И ты теперь вот всю жизнь Думаешь об этом Свет за мной На водных лыжах летит За спиной На старый след Отводных лыж И услышь Их музыку Слышь Так отборожка Отводных лыж Отводных лыж Уведу Сквозь Сквозь года Натянутые струны Вот этой вот И водных лыж Этот звук Это же капец Как можно так жить вообще А? Я вам говорю о песнях сейчас О том Что же это Понимаете Это не маразм Это жизнь Человек верит не в Бога А в человека И так он живет Потом Сквозь года Летишь за мной Ты сквозь года Летишь за мной И это многие люди Так живут И это не маразм Это просто вера В человека И вера в человека Разрушает полностью жизнь Понимаете Человек думает Что все что было Этого у меня никогда не будет И никакого счастья У меня больше нет И быть не может Все До свидания Сквозь года Летишь за мной Все Больше нет шансов Жить дальше Понимаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому